А перед началом видео я рекомендую вам подписаться на мой новостной канал Telegram, в котором вы раньше всех будете узнавать о новых проектах, о выплатах и о свежих новостях. И это еще не все. Подпишитесь и узнайте больше. Ребята, всем привет! Вы смотрите канал Интернет и Деньги и в этом видео я вам покажу, как создается депозит на проекте Qubit Lite. На самом деле все очень просто, ничего сложного нет. Пополнение здесь и выплаты происходят в криптовалюте или биткоин или эфириум. Это выбирать, конечно же, вам. Но внутри все, как видим, в USDT. Это даже хорошо, потому что вам не следует переживать за курс криптовалюты, так как если вы, например, пополняете и курс той крипты, которую вы пополнили больше, а при выводе он уже меньше, то ничего страшного, в этом случае вам просто придет чуть больше криптовалюты. Но по сумме в долларах это будет то же самое. Так что на курсе вы как не заработаете, так и не потеряете. Так что за это можете не переживать. Это тоже, я считаю, такой, в принципе, хороший плюсик. То есть это даже уменьшает риски. Если криптовалюта упадет, заработок у вас будет такой же. Итак, давайте посмотрим. Вот у меня уже, кстати, создан депозит на 100 долларов. И я уже по нему получил два начисления. Первые 14 марта 0.35%, процент был небольшой. А вот вчера 15-го 1.34% хорошая была доходность. Здесь также видно ежедневные отчеты по доходности. Все это можно проследить, кому интересно. Доходность хорошая. Раньше, когда я участвовал в обычных таких хайпах, то там доходность была, конечно, по 10% в день, иногда и по 50%, как в фаз тогда. И такие проценты, я думал, что это за доходность, но мне это не нужно. Но, ребята, прошло время и наконец-то я понял, что это как раз самое то. Проценты очень хорошие, хорошая доходность. И в таких проектах можно зарабатывать намного больше, чем если вы зарабатываете 10% в день и через несколько дней этот проект закрывается. Ну, это, конечно, лично мое мнение. В любом случае, я не говорю, что здесь рисков нет. Риски, конечно же, есть, как и в любом проекте. Он может проработать как еще год, два или закрыться уже там завтра, через месяц. Я не знаю, это, ребята, дело такое. Так что тут уже решайте сами, инвестировать сюда или нет. Но я принял решение проинвестировать. Плюс прохожу обучение в команде Crypto Kings, которые, кстати, очень классные. Я уже вчера выполнял некоторые действия, мне очень понравилось. Но давайте возвращаться к сути ролика. Мы будем смотреть, как тут создавать депозит. Есть два способа. Можете либо вот тут нажать кнопочку депозит, либо вот здесь сразу оплатить. И сразу при пополнении вы создадите депозит. Давайте я вам покажу, как создавал депозит я. Тут вы выбираете, какую лицензию хотите купить. Есть всего четыре. Бронза, сильвер, голд и платинум. И каждый добавляется плюсик. То есть у каждой категории есть две лицензии. Например, на бронза первая 100 долларов. Бронза плюс 500. Ну и так далее. Суммы разные. Я пополнял на 100 долларов, поэтому выбирал бронза. Далее я делал вот так. Выбирал депозит. Здесь уже я прописывал сумму. В моем случае это было 100 долларов. У вас это будет сумма ваша, если вы решите инвестировать. Далее еще раз я нажимал депозит. И тут уже выбирал криптовалюту. Либо биткоин, либо эфирю. Я выбрал эфир, потому что так мне сказал мой оплайн, под которым я прошел регистрацию. Он сказал, что эфир намного быстрее приходит. То есть транзакции срабатывают быстрее. Так что я выбрал эфир и советую тоже вам его выбирать. Далее напротив выбранной валюты нажимаем кнопочку депозит. Далее переходим на вот такую страничку. Здесь у вас все данные. Вот тут вот точная сумма, которую вам нужно перевести в проект по нынешнему курсу. И вот переводить нужно вот на этот кошелек. Все это делаете и нажимаете кнопочку оплатил. Теперь, ребят, еще кое-какие уточнения. Например, если вы будете пополнять через биржу Binance или какие-то другие биржи, то вот к этой сумме вам необходимо еще добавить комиссию. Потому что если вы не добавите, то вам просто придет меньше 100 долларов на баланс. И будет отображаться не 100 USDT, уже в проекте, а чуть меньше. Но тут, в принципе, ничего страшного, потому что вы потом даже 1,2 доллар сможете накинуть, как я понял. То есть, с этим проблем никаких нет. Но я советую сразу обратить внимание на комиссию. Я, конечно же, пополнялся другим способом и комиссию не добавлял. Мне на баланс пришло 100 долларов, даже плюс 1 цент. Так что я вам покажу способ, который использовал я, который я нашел тоже на ютубе. И, соответственно, плюс вявку комиссии выходит, что я даже не заплатил. Так что, можно сказать, этот способ даже более выгодный. У меня эфира не было. Были доллары на Pair кошельке. И я использовал сервис BestChange. Здесь все просто. Кто не знает, как им пользоваться, слева вы отдаете, справа получаете. Например, я отдавал Pair доллары. Слева находил Pair. Вот Pair доллары. И мне нужен эфир. Вот. Эфирюм. Я нажимаю. Далее. Тут открываются все обменники, через которые я могу все это обменять. В самом верху курс самый выгодный. И далее по убывающий. Но тоже важный момент. Здесь смотрите на количество отзывов. Также можете перейти и отзывы почитать. Обычно здесь все отзывы положительные. Но вот иногда есть какие-то вот такие негативные отзывы. Но на самом деле у меня всего один раз было, что деньги мне не пришли. Я написал в поддержку обменникам. И мне сразу же все вернули. То есть на BestChange обычно очень хорошие обменники. Ну, в принципе. Потому что они должны заслужить какое-то доверие, чтобы на BestChange его добавили. Так что с этим проблем нет. Но все-таки советую выбирать обменники, у которых побольше отзывов. И нет ни одного негативного. Теперь, ребят, еще на что смотрим. Вот здесь, как видим, от 900 долларов меняет. От 1000. Но нам нужно обменять 100 долларов на эфир. Для этого нажимаем калькулятор. Тут вводим сумму 100 долларов. И нажимаем рассчитать. И, как видим, вот тут отображаются все обменники, которые обменивают от 100 долларов. Выбираем, конечно, опять смотрим на отзывы и так далее. Я это делать не буду. Просто покажу вам на примере. Так как я переводить не буду. Выбираем, например, обменник. Мы выбрали обменник. Переходим на данный обменник. Вот, ребят, кстати, я именно этот обменник и использовал. Далее смотрим. Здесь вы вводите сумму в долларах. И здесь сколько получаете эфира. Вам необходимо вводить не в долларах, если вы пополняете 100. А, как я и сказал, вот копировать именно вот эту вот сумму. Вы ее копируете. Далее вставляете, сколько получаете эфириума. И тут у вас отображается в долларах. Вот, получается еще плюс комиссия 3.15. Это, ребят, намного меньше, если вы будете пополнять напрямую через биржу. Далее смотрим. Здесь прописываете ваш пайер-кошелек. Тут вашу почту. И вот сюда вот вставляете номер вот этого кошелечка. Копируете и вставляете. Далее нажимаете начать обмен. Далее вот тут нажимаем кнопку перейти на сайт оплаты. У вас открывается новая вкладка. Загружается данный сайт. Как видим, вас прибрасывает на пайер. Вы выбираете, собственно, что отдаете. Ну и дальше, в принципе, все по инструкции будет интуитивно понятно. Если вернуться сюда, то, как видим, что статус заявки в обработке. Как только вы там подтвердите вашу оплату, то, соответственно, ваша заявка оплатится. В общем, переводите средства. Далее возвращаетесь на кубик и нажимаете «Я оплатил». Все, вы пополнили баланс. Средства вам придут не сразу. Мне пришло примерно через часа два или три. Уже точно не помню. Но в любом случае они вам сюда придут. Теперь эти средства будут у вас здесь на баланс. После чего вы нажимаете кнопочку «Оплатить» и покупаете себе лицензию. Так я сказал, можно сразу без депозита, сразу напрямую оплатить. Так даже будет быстрее. Тогда депозит при пополнении сразу создается. Также в одном из видео, которое я смотрел в Qubit Live, было сказано, что даже если пополнять вот таким вот способом, то средства могут упасть не сюда, а вот сразу купится лицензия. Так что, если через несколько часов у вас здесь нет средств, то советую вот сюда вот посмотреть, есть ли у вас уже купленная лицензия. Но, скорее всего, они попадут сюда, и вам будет нужно нажать кнопочку «Оплатить». Вот, ребята, такая простая инструкция, как пополнять средства и создавать депозит на проекте Qubit Live. Теперь давайте покажу, как выводить. Перед выводом вам необходимо добавить кошелек. Для этого нажимаете «Добавить кошелек». Далее вот тут выбираете либо биткоин, либо эфир. Если вы, например, пополняли через эфир, вы вполне можете выводить на биткоин и наоборот. Выбираете, вставляете вот тут адрес вашего кошелька. Тут пишите метку. Можете пишать что угодно, это просто название вашего кошелька. И нажимаете «Добавить кошелек». Позже вам на почту придет письмо. Там будет кнопочка, которую нужно нажать и подтвердить то, что вы здесь указываете ваш кошелек. Все, после этого у вас кошелек уже будет добавлен, и вы сможете выводить средства. Выводить тоже очень просто. Вот тут вот есть кнопочка «Вывод». Нажимаете. Далее здесь вводите количество в USDT. Тут вы выбираете кошелек, который добавили. Здесь выбираете комиссию. Если хотите, чтобы быстрее, за 48 часов 4,5% комиссия, за 72 – 3,5%. Но мы выбираем 2,5%. Таким образом, нам выплата будет идти в течение примерно 5 суток, если я правильно понял по новому регламенту. Но мы никуда не спешим. Зачем нам терять средства на самой комиссии. Правильно? Набираем и нажимаем «Вывод». Все, ждем выплаты. Нам в скором времени поступит на наш адрес. Либо биткоин, либо эфириум. В зависимости от того, который вы выбрали. Также хотелось бы отметить, что проект поднял минимальную сумму для вывода с 10 долларов до 50. Да, возможно, это вывод для минимального большой. Но это связано с тем, что в сети эфириум и биткоина сильно подняли комиссии. Так что проекту стало невыгодно выводить маленькие суммы, потому что на комиссии просто бы уходило много средств. А таким образом они, можно сказать, даже удлинили срок работы проекта. Так что я считаю, это, в принципе, тоже плюс. Но, конечно, для маленьких депозитов, как, например, у меня в 100 долларов, мне, чтобы набрать минималку чисто по пассиву без партнерских, необходимо ждать месяца два примерно. Это, в принципе, много. И стратегия рискованная, но все-таки я планирую здесь построить сеть и начать зарабатывать не только на пассиве, но и активно. Ну что ж, вот и, наверное, и все. На этом ролик будем завершать. Надеюсь, вам было все понятно и доступно. Надеюсь, был полезен вам этот ролик. Если да, то подписываемся на канал, ставим лайк. Ну, если не понравилось, то дизлайк. И увидимся в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok